Здравствуйте, дорогие наши телезрители, братья и сестры! Сегодня у нас воскресный день, 7 апреля. Продолжается Великий пост, или, правильнее сказать, сегодня уже приполовение Великого поста, или середина этого благодатного времени. И до Страстной недели остается столько же, сколько мы пропастились, то есть три недели. И вот сегодня у нас такой двойной праздник, во-первых, крестопоклонная неделя, и также великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Нужно сказать, что не каждый год и, может быть, даже не каждое десятилетие так совпадает, что вот как сегодня вместе с крестопоклонной неделей, с воскресным днем совпал великий и, можно сказать, такой один из любимых праздников Благовещения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И, конечно же, я поздравляю всех вас, дорогие мои, с серединой поста, с праздником Благовещения, ну и немножечко мы поговорим о том, о тех событиях, которые сегодня вспоминаются нашей Святой Церковью. Ну и, конечно же, зачитаем Евангелие. Вначале я, наверное, прочитаю Евангелие от Луки о празднике Благовещения Пресвятой Богородицы. После сих дней зачала Елисавета жена его, Захарии, и таилась пять месяцев, и говорила, «Так сотворил мне Господь в Однисии, в Которое презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Севышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида Отца Его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству Его». Не будет конца. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим». Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Если мы к 7 апреля прибавим 9 месяцев, то у нас получится 7 января – праздник Рождества Христова. И вот с праздника Благовещения Христова, можно сказать, так начинается спасение рода человеческого. То есть, наконец-то нашлась на земле та дева, девушка, которая без лишних каких-то сомнений, колебаний, неуверенности, дала согласие архангелу Гавриилу стать матерью Бога. И вот, как говорилось сегодня в Евангелии, только что, которое мы прочитали, что к деве был послан, архангел говорил и сказал ей, что она зачнет в очреве, что это будет необычное рождение. Во-первых, от Духа Святого произошло вот это чудо, зачатие. И вот именно нужно было согласие Девы Марии. И она лишь спросила, как ведь, я же мужа не знаю, я же не замужем. И архангел ей ответил, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречится Сыном Божиим. И вот Дева Мария с этого момента, можно так сказать, через это воплощение начинается уже спасение рода человеческого. Она дала согласие, дала свое одобрение. И вот через 9 месяцев, как я уже сказал, она родит Сына Божия. И вот этот праздник очень светлый, радостный, он всегда практически выпадает во время Великого Поста. А в древности отпускали птиц в праздник Благовещения Божией Матери, и он очень почитался в нашем народе. И даже говорилось раньше, что на Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косу не плетет. И вот этот праздник, он действительно радостный, он благодатный, он несет в себе такой свет, потому что, как я уже говорил, с этого момента началось спасение рода человеческого. Вот с того момента, когда Матерь Божия сказала Архангелу Гавриилу, «Сероба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. И вот, как уже я говорил, также у нас сегодня Крестопоклонная неделя. Почему она называется Крестопоклонной? Потому что вчера, то есть всегда накануне Крестопоклонной недели, в воскресенье Крестопоклонного, в субботу, выносится из алтаря крест, который выносится на середину храма и пребывает практически почти всю неделю. Для чего это совершается деяние? Для того, чтобы немножко нас укрепить в подвигах Великопостных, для того, чтобы поддержать нас. Церковь установила вот это празднество. Ну и одновременно для того, чтобы мы, взирая на Крест Господень, вспомнили, что до Страстной недели, до недели страдания Христа, то есть до последней недели перед Пасхой, остается столько же времени, сколько мы и постились. То есть три недели остается до Страстной недели. И вот сегодня также читалась Евангелие о Кресте. Это Евангелие от Марка, 8 глава, 34-37 стихи, и 9 глава, 1 стих. «Кто хочет за Мной идти, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Мои слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами, и сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Здесь имеется в виду, что кто хочет быть со Христом, тот должен взять свой крест со своими трудностями, проблемами, переживаниями и идти и следовать за Ним. И вот на самом деле и Божия Матерь, которую мы сегодня вспоминаем, Благовещение, праздник, у нее был непростой крест. Наверное, невозможно до конца представить, как было ей претерпеть, во-первых, те страдания, которые она видела, которые претерпевал ее Сын на кресте. И она была очевидцем, видела, как его вели на распятие. Не за что его осудили, то есть не было какой-то причины для обвинения, сфабрикованы были какие-то обвинения, и на ее глазах страдал ее Сын. Ну и далее, после распятия и воскресения, Божия Матерь тоже находилась в тени, о ней мало мы находим в Евангелии, мало мы сведений видим у святых отцов. То есть Божией Матери был такой необычный тоже крест, и у каждого из нас тоже он свой. Он, может быть, кажется нам тяжелым, но мы должны понимать, что Бог никогда не попустит сверх наших сил, ни больше, ни меньше. Вот сколько нам надо, столько он нам и дает. Но самое важное, чтобы мы этот крест не сами несли, а несли его с Богом, потому что Господь, Он, безусловно, помогает человеку. И невозможно прожить жизнь без каких-то трудностей, трудностей невзгод. И поэтому вот крестом, который мы несем, и имеется в виду, что те переживания, те страдания, все, что мы переносим, это и есть то, что говорит Господь. Возьми крест свой и следуй за мной. И вот сегодня у нас также вопрос в студии. Для чего носить человеку нательный крестик? Ну, вначале хочу, так сказать, такой поговоркой, которая была раньше, да, кто без креста, тот и без Христа. Так раньше говорили. То есть, нательный крестик нам надеет священник во время таинства крещения. Иногда этот нательный крестик после крещения снимают и хранят где-то за иконой или рядом с иконами. Немножечко это неверно. Нужно обязательно, чтобы ребенок, ну, если касательно, если мы говорим о детях, да, пусть не на цепочке, а на тесемочке, обязательно, чтобы нательный крестик был. Для чего крест, он оберегает человека. И не только, конечно, мы должны носить нательный крестик, не только его носить, точнее, да, но и утром, когда мы встаем, целовать его, прикладываться к нему вечером, также отходя ко сну, тоже поцеловать свой нательный крестик. Потому что крест, он имеет необычайную силу прогонять от нас всякие вражеские действия, нечистой силы, бесовские действия. И поэтому человек, который носит крестик, он под особой защитой Божией. И вот, кстати, и креститься тоже необходимо, когда мы, особенно, где-то в дорогу собираемся или просто, встав утром от одра, от кровати, да, обязательно нужно себя осенить крестным знаменем. Вечером, отходя ко сну, также осенить себя крестным знаменем, потому что крест – это вроде бы для нас не составляет какой-то трудности, да, носить крестик, поцеловать его, осенить себя крестным знаменем, осенить своего родного, близкого человека, когда он куда-то уходит, тоже крестом, да. Вроде бы это такие вещи простые, но они крайне необходимые, потому что они защищают нас, защищают человека. Сила честного и животворящего креста, она прогоняет от человека все лукавое и все плохое. А носить крестик обязательно нужно. Крест – это не украшение, это не какая-то традиция, а это такая обязанность христианина, потому что мы крещеные, мы христовы, и поэтому обязательно важно носить крестик. Вот тогда и ангел-хранитель не отступает, тогда и благодать Божия с нами, потому что крест, он действительно имеет такую большую силу. С крестом, можно так сказать, начинается наш земной путь, и с крестом нас провожают последний путь. И поэтому, конечно же, необходимо и жить со Христом, и осенять себя крестным знаменем. Вот, дорогие братья и сестры, что сегодня хотелось сказать. С праздником Благовещения Божьей Матери вас еще раз поздравляю с этим замечательным, светлым днем, с половиной, с приполовением Великого Поста, с неделей крестопоклонной, которая сегодня тоже в нашей Церкви. И дай Бог нам сил и терпения, благословения Божия пройти, это оставшееся время Великого Поста, с радостью встретить Пасху. Ну и также с праздником сегодня День памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, святителя, который определенное время был виленским архиепископом, куда входили часть Гродненской области, в том числе и Лицкий уезд. И святитель Тихон, будучи архиепископом виленским, бывал и в Лиде, и в Свято-Михайловском соборе, и в Георгиевском храме. И святитель, который действительно многое сделал для Церкви в свое время, в начале XX века, когда было безбожное время, вот ему приходилось непросто, но он достойно нес свой патриарший крест. Поэтому с праздниками, со святами вас, дорогие мои, и всем хорошего праздничного весеннего настроения искренне желаю. Спасибо за внимание.